10 декабря. Дамаск. Бандиты международных террористических бандформирований в своей бессильной злобе продолжают варварские обстрелы городов и населенных пунктов Сирии. 10 декабря. Найомики террора с именем Бога и исламскими лозунгами на устах воюют не с армией и правительством, а с народом Сирии, подло убивая ни в чем не повинных граждан этой мирной страны. Днем, во время очередного минометного обстрела, одна мина взорвалась в центре древнейшей столицы мира, на знаменитом старинном торговом переулке Аль-Сархия. Два человека погибли на месте. Около 35 получили ранения. Это место в Дамаске является одним из самых оживленных. Здесь всегда много народу. Именно такие места стараются поразить террористы. Еще две мины взорвались в районе Мальки, одна в квартале Мазе-86, где причинили большой материальный ущерб. Провинция Дамаск. В провинции Дамаск, в городе Аль-Набек, длительное время находившееся под контролем бандформирования фронта Аль-Нусре, продолжается выполнение контртеррористических мероприятий. Армейские подразделения проводят тщательную зачистку недавно освобожденного города и его окрестностей. Оставшиеся бандиты, оказывающие сопротивление, уничтожаются на месте. На местах боев находят трупы убитых террористов. Изымается большое количество брошенного оружия, боеприпасов, техники. Обнаружено несколько складов и тайников с оружием, боеприпасами. Готовыми к применению минами, устроенных исламистами в обыкновенных жилых домах граждан. Разбираются огневые позиции, завалы, баррикады. Армейские саперы обезвредили огромное количество минно-взрывных устройств. Провели тщательную проверку настоящей фабрики по производству смерти, где террористы изготавливали самодельные взрывные устройства. Армия принесла в город долгожданную мирную жизнь. Оставшиеся жители радостно приветствуют своих освободителей. Рассказывают о том кошмаре, который творился здесь за время почти четырехмесячного пребывания исламистов в этом городе. В разворованные и разрушенные дома возвращаются беженцы. Люди уверены в победе сирийской армии. С освобождением Аль-Набек, стратегически важная трасса Дамаск-Хомс-Алеппо полностью находится под контролем и открыта для безопасного движения автотранспорта. Агентство Анна-Ньюс Марат Мусин Игорь Надыршин Василий Павлов Виктор Кузнецов Сирия Виктор Кузнецов